Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на моём канале. И сегодняшнее видео будет посвящено разным интересным штучкам. Но на самом деле не штучкам. Иногда можно использовать такой трюк, когда мы видим слово, похожее на слово в родном языке, и это помогает на самом деле с помощью ассоциаций быстрее и легче запомнить слово. Но не просто запомнить, а использовать его в собственной речи. И сегодняшнее слово будет слово «дас штук». Одно из самых основных значений – это кусочек. Может быть, кусочек пирога, кусочек торта, кусочек сыра. «Ein Stück торте», «ein Stück кухен», «ein Stück кейзе». Я думаю, что вы знаете основное значение этого слова, но иногда это слово может использоваться и в других значениях. Следующее значение слова «штук» – это как театральная постановка. «Ein theaterstück». «Ein theaterstück» – театральная постановка. И еще одно значение. Совсем недавно мы читали с моими учениками книгу, и там была реплика. «Давай пройдемся». «Wollen wir ein Stück gehen?» «Wollen wir ein Stück laufen?» Понятно, что ни штучку, ни кусочек. Это будет как отрезок пути. Нет смысла переводить слова, оторванные от контекста, и нет смысла запоминать слова, оторванные от контекста. Поэтому я рекомендую вам всегда обращаться к контексту, посмотреть, что находится в окружении незнакомого слова. И обязательно вы догадаете смысл, и, возможно, откроете еще одно значение. Такое часто происходит. Например, со словом «штук». «Ein Stück tote», «ein Stück gehen» oder «ein Stück laufen» und «ein theaterstück». Надеюсь, что штучки были интересными. Оставайтесь на связи, берегите себя. Пока-пока.